За подписью руководителя страны вышло сразу два документа. Это постановление о мерах по дальнейшему развитию вида спорта дзюдо и постановление о мерах по дальнейшему развитию вида спорта рукопашный бой. Предусмотрено, что начиная со следующего года ежегодно в традиционной форме будет проводиться международный турнир среди взрослых «Большой шлем». Также 23 марта будет широко отмечаться день рукопашного боя с проведением мероприятий в городах, районах, образовательных учреждениях, парках и скверах республики. Другие подробности в комментарии далее. Как утверждают мастера восточных единоборств, каждое решение необходимо принимать, ориентируясь на пожелания души, а не с позиции силы, найдя при этом мир внутри себя. Иными словами, единоборство, пришедшее из Востока, это не некий набор приемов и методов борьбы, это больше философия. Одним из самых популярных видов является дзюдо, которым в Узбекистане занимаются более 24 тысяч человек, из которых почти 3,5 тысячи девушки. Да, 18,5 тысяч дзюдоистов обучаются азам теории и практики в отделениях и секциях 1475 государственных спортшкол. Всего в республике работает свыше 700 тренеров. Кстати, наша страна занимает одно из ведущих мест в мировом рейтинге, наряду с Японией, Францией, Грузией и Россией. Для участия в Олимпиаде было завоевано 39 лицензий, а также 7 медалей. На предстоящие Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году планируется отправить 24 дзюдоистов, то есть необходимо получить эти лицензии. С учетом перспективности этого вида и для его дальнейшей популяризации, президент подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию вида спорта дзюдо. Необходимость создания этого документа сейчас предпосылки является то, что нам нужно было обратить внимание на нашу молодежь, на подрастающую молодежь, скольного возраста, потому что дзюдо в нашей стране, оно и исторически развивалось, и на сегодняшний день нам нужно было охватить большее количество регионов для того, чтобы развивать этот вид спорта. Для этого предусмотрели несколько проектов. Одно из них это открытие специализированных школ в двух областях, это в Сурхандарийской области и в Харизмских областях. Также создание специализированной академии в городе Ташкенте. И параллельно с этим каждый год у нас в Узбекистане проводится несколько международных турниров и систематизировать вот эти турниры, которые проходят у нас в республике. Документом предусмотрено, начиная со следующего года, ежегодно в традиционной форме проводить международный турнир среди взрослых. Большой шлем – международный турнир среди юношей и девушек до 18 лет, посвященный памяти победителя чемпионата Азии Учкуна Муродова. Его имя известно в спортивных кругах далеко за пределами республики. Помимо этого будут регулярно проводиться Кубок министра народного образования среди школьников, Кубок министра высшего и среднего специального образования среди студентов, вузов, техникумов и колледжей, Кубок министра обороны в системе вооруженных сил, в том числе чемпионат мира среди военнослужащих в 2024-2025 годах. А в этом году, с 6 по 13 октября, во дворце Хумуарена предстоит провести чемпионат мира среди взрослых, в котором планируется участие 1200 спортсменов из более чем 100 государств мира. Документом определены все моменты, связанные с финансированием и проведением форума. Естественно, что для достижения успеха в подобных соревнованиях нужно иметь основу и возможность селекции, и потому на базе Денаусской и Ургенческой спортшкол создаются, соответственно, школы спортивного мастерства по дзюдо. Основные причины выбора Харизмской и Сурхандаринской области, как вы сами знаете, в Сурхандаринской области у нас очень много курошистов, очень много спортсменов, которые любят единоборство. Наша основная цель была готовить нашу молодежь не только с физической стороны, но и ментальной, образовательной стороны. Из-за этого сделали упор именно на мужское поколение, это Сурхандаринская область. В Харизмской области причиной является то, что наше женское поколение, сейчас мы очень большое внимание уделяем нашей женской сборной, и наши последние результаты показывают, что именно в Харизмской области очень много девушек, которые занимаются дзюдо. Также нам надо было это системизировать, и я думаю, что это даст очень большой толчок. Принимать суда будут с пятого класса, но до этого дети будут обучаться данному виду восточных единоборств в школе по программе «Дзюдо для детей», а еще раньше в рамках проекта «Дошкольное дзюдо». Это дает возможность для широкого вовлечения детей дошкольного возраста посредством обучения первых элементов данного вида спорта. Теперь в последующем ученики общеобразовательных школ, которые занимаются дзюдо, в неучебное время смогут тренироваться в детско-юношевских спортивных школах, а также колледжах Олимпийского и Паралимпийского резерва, после чего будут отобраны одаренные представители молодого поколения в национальную сборную нашей страны. Таким образом будет расти число секций, проводится соревнование, а на приобретение инвентаря будет выделяться до 5 миллиардов сумм. Решены вопросы зарплаты тренеров. Да, их подготовкой, между прочим, займется национальный университет, где откроется направление бакалавриата, дзюдо и спортивная деятельность. При Министерстве развития спорта создается Академия дзюдо, где будут повышать свою квалификацию тренеры, селекционеры. На данный момент мы пригласили в нашу федерацию двух международных тренеров, которые в том числе будут параллельно обучать и наших местных тренеров, потому что сейчас потребность тренеров во всем мире растет, во многих странах. Также и к нам обращались с просьбой предоставить тренеров некоторой федерации, международной федерации. По судейству у нас сейчас в Международной федерации, введу представлено две судьи международного уровня. Мы хотим их количество довести до четырех, до шести, так и до восьми. А для этого они должны быть готовы именно к международным стандартам. Я думаю, что вот эта Академия, она даст нам больше возможности развиваться и в этом направлении тоже. Планируется, что в будущем будет построен многофункциональный комплекс по приему известного во всем мире центра Кодокан. Будет также внесено предложение в инвестиционную программу 2023 года по возведению учебно-тренировочной базы в Бастанлыкском районе столичной области. На приобретение инвентаря и оборудования для занятий дзюдо до 2025 года выделяется 8 миллиардов сумм. Это уже будет реализовано в рамках утвержденных целевых показателей развития также до 2025 года. Всю большую популярность в мире, и в частности в Узбекистане, набирает рукопашный бой как среди молодежи, так и среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Сегодня в спортшколах в 289 секциях занимается почти 3900 человек. Говоря о привлекательности этого вида, нельзя не сказать о том, что только в 2021 году в городах и районах республики начали функционировать 274 новых секций, и их общее число составило 738. Национальная сборная по рукопашному бою насчитывает 362 спортсмена, костяк которых составляют военнослужащие. Успешно работает Федерация рукопашного боя правоохранительных органов, имеющая 14 региональных подразделений, где трудятся порядка 300 тренеров и занимается более 10 тысяч молодых людей и военнослужащих. Напомним, что хорошим стимулом для молодежи и популяризации данного вида стал прошедший в прошлом году в Ташкенте 6-й чемпионат мира по рукопашному бою, в котором сборная Узбекистана заняла первое место в общем зачете. Аналогичное первое место заняла молодежная сборная республики на чемпионате мира в Бухаре в этом году. Заметим, что рукопашка входит в программу ежегодных армейских игр, отслеживая тенденции последних лет, можно сказать, что этот вид спорта набирает обороты и для его дальнейшей популяризации глава государства подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию вида спорта «Рукопашный бой». Принятое постановление президента республики Узбекистана служит дальнейшим развитием спорта как среди молодежи, так и среди военнослужащих. Основными целями данного постановления является вовлечение молодежи в данный вид спорта, расширение секций в областях, районах и вовлечение молодежи в эти секции. Тем самым проведение соревнований по данному виду спорта в районах, областях и проведение республиканского чемпионата, чтобы выявить талантливую молодежь, которая будет выходить на международную арену и защищать интересы нашей республики. В 2023 году будут традиционно ежегодно проводиться следующие соревнования. Международный турнир «Кубок президента республики Узбекистан среди профессионалов», чемпионат вооруженных сил, посвященный Дню защитников Родины, «Турнир памяти в честь погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов». Раз в два года в Корши, Самарканде и Бухаре будет организован международный турнир на Кубок Амира Тимура. Проведение международных соревнований на территории республики Узбекистан дает молодым спортсменам стимул и мотивацию для дальнейшего саморазвития и показания лучших результатов в данном виде спорта. Также формируется резерв кадровых спортсменов в этом направлении и повышается квалификация тренерского состава. Министерству развития спорта и федерации рукопашного боя правоохранительных органов поручено повысить квалификацию тренеров, судей и специалистов, а начиная с нового учебного года организовать в школах встречи семинары, тренинги, уроки мастерства с известными спортсменами. У нас теперь есть возможность больше работать с молодежью именно в целях пропаганды и популяризации рукопашного вида спорта. И у нас теперь будут проводиться семинары, тренинги, мастер-классы с молодежью в целях выявления талантливо одаренной молодежи, продвижения их дальше на международные арены для отбора их в национальную команду рукопашного вида спорта. В свою очередь региональным администрациям предстоит определить в каждой области один район с целью его специализации под развитие рукопашного боя и разработать для этого дорожную карту, создать базу для занятий или же переквалифицировать уже имеющиеся. Помимо этого, перед Хакимовыми поставлена задача содействовать в улучшении материально-технической базы региональных отделений Федерации рукопашного боя правоохранительных органов, что немаловажно возглавят филиалы в областях представителей руководства регионом. Все силовые ведомства получили поручение по введению в процесс физподготовки сотрудников рукопашного боя и по принятию дорожных карт. Также постановлением определено, что месячный срок необходимо разработать и реализовать пропагандистскую программу, направленную на популяризацию проводимой работы по развитию вида спорта рукопашный бой, предусматривающую подготовку и публикацию статей о рукопашном бое, а также создание и трансляцию специальных роликов, организацию цикла телепередач с участием почетных наставников и победителей престижных соревнований. Утверждается программа дополнительных адресных мер по дальнейшему развитию и популяризации рукопашного боя. Отныне 23 марта будет широко отмечаться день рукопашного боя с проведением мероприятий в городах, районах, образовательных учреждениях, парках и скверах республики. Будет увеличено число спортклубов на основе государственно-частного партнерства. Таким образом, еще два спортивных направления получили возможность развиваться в полном смысле этого слова, заниматься подготовкой и воспитанием молодого поколения, прививая им мужество, волю и честность. Качества, которые всегда пригодятся в жизни, даже если не станешь блестящим спортсменом.